В разработках, но уже в другой сфере отдыха. В нашей специальной рубрике. Игродром. Моё почтение всем любителям игровой индустрии. Я продолжаю знакомиться с известными историческими личностями. На этот раз мне очень хотелось пообщаться с испанским художником Сальвадором Дали. Но этот парень оказался тем еще игроманом. Только завидев игру Zoom Revenge на моем компьютере, он сразу ринулся к ней. А я вместо него вынужден работать над картиной. Буэнос Диос, Сержа! Почему? Почему мне приходится играть за лягушку? Я же не лягушка! Сальвадор, трудно найти в нашем мире человека, который бы и не слышал об игре Zoom. Здесь ты играешь за лягушку-путешественницу, которая само собой путешествует по всему миру. Лягушка находится в центре игрового экрана и извергает из своего рта разноцветные шарики. Карамба! Да почему же лягушка пуляется шариками? Зачем? Ее цель – расстреливать скопление шариков одного и того же цвета, который катится из неизвестного места по желобу в люк с картиной черепа. Я понимаю твое изумление, все это кажется ужасно глупым и бессмысленным, но, поверь мне, захватывает просто ужасно. На шариках то и дело появляются символы, за удачное выбивание которых разработчики награждают игрока полезными бонусами. Одна игра не может так завораживать людей! Это же не картина! Ну, откровенно скажем, Зума, подобно твоим картинам, также отдает сюрреализмам. Компания PopCap, которая и является разработчиком, действительно крайне осторожно подходит к созданию продолжений. Если сравнивать с оригиналом, то в Зума Ревенж ничего кардинально не изменилось, разве что заглавная мелодия и яркость красок. Кстати, яркости красок! Посмотри, какую картину я нарисовал! Занимайтесь искусством! Играйте в Зума Ревенж!